Люди, всем привет из Сочи! С вами Решет Гуле. Сегодня ночь 9 июня, 2 часа ночи, 2019 год. Находимся в Сочи, в моей собственной квартире. Я сам прогнозист, блогер, это уже второй мой канал. Сегодня я продолжу свою рубрику «Разоблачение различных блогеров». Сначала я разоблачал Алекс Сибу, который на Филиппинах там живет, Ингвар, который тоже на Филиппинах. Я съездил на Филиппины, посмотрел, значит, все это фигня оказалась, то, что они говорили. Но я не жалею, что я съездил. В общем, про Татьяну Карацубу я рассказал, вывел ее на чистую воду. Про Абуду Гришну я рассказал, что это аферист, который врет про себя, наговаривает, что он такой спортсмен великий, что он такой секует, с пеной у рта, значит, он возмущается тем, что ОМОНовцы бьют в Архангельске людей, которые против Помоки. При этом в другом ролике он говорит, что он бывший сотрудник, ну, как я понимаю, полиции. Но если ты бывший полицейский, чего ты возмущаешься, что бьют полицейские? Ты как-то определись. Потом мусора из Москвы вывозят в Архангельск, он этим возмущается, но при этом он сам живет в Москве. То есть он производит этот мусор и сам же возмущается. То есть, Будда Гришна, у тебя они все сходятся здесь. Короче говоря, Волхонский лайф, тоже я его разоблачаю, что это мошенник, мошенник. То есть человек, который врет, нагло врет. И у него в этом, даже в описании его рубрики, да, вот, контент его относится к юмору. Понимаете, то, что он говорит, он говорит с очень серьезным лицом таким, да. Да, написано категория юмор. То есть человек, и там написано, что он ни за что не отвечает, что все это придумано, что все это вымышлено. При этом называют фамилии, там, Путин, Медведев, там, Матвиенко, все что угодно он называет, там, да, Навальный, там, все. И в описании написано, что все имена, что все лица вымышленные. Ребята, вы кого вообще смотрите? Россия страна дебилов, вот запомните. Она была, есть и останется страной дебилов. Потому что мы, вот, мы ходим и голосовать там непонятно за кого, или вообще не ходим. Когда вот нам человек говорит правду, мы не верим. Когда нам врут на пропало, и мы, блин, все смотрим, миллионы лайков собирают. Вот такие вот придурки, понимаете. Короче говоря, сегодня следующий придурок. Я не знаю, как его, по-моему, его зовут Игорь, да. Вот, не то, чтобы он придурок, они наоборот, они, как бы, умные в чем-то люди, да. Но они вас водят за нос всех. Они врут вам, понимаете. Собирают с вас деньги. Самое главное, что они собирают деньги с вас. На всякую фигню, там, на развитие канала. При этом у всех там квартиры, машины там есть, понимаете. Один я только не собираю деньги, там, иногда за прогнозы присылают. Итак, я занимаюсь прогнозированием на спортивные ставки. У меня высокий процент прохождения. Меня можно найти на таком канале, как Куш в спорте. Это не самая реклама, а просто для проверки моей компетенции. Мой ник называется Banff 2002. Banff – это город Шотландии, в котором я жил в 2002 году. Заходите, набирайте меня и смотрите мои прогнозы. Я в плюсе, в хорошем. Короче говоря, разбираем сайт, канал игроки, этого игрока. Я по психологии прочитал кучу книг. По NLP, по способам манипуляции человека, по всяким разным, значит, приемам психологические этюды. Потом петля Эриксона, так называемая. Есть такой полу-гипнотический такой момент. Короче, этот Игорек, он занимается, в общем-то, гипнозом. Он вас гипнотизирует через YouTube. И в каждом ролике, в каждом ролике он продает обучение за 100 тысяч рублей. Это аферист, это мошенник. Можешь подать на меня в суд, я докажу, что научить ставкам за 100 тысяч, это нереально, вообще нереально. Вообще научить ставкам, знаете, как мне сказать, это вот все равно, что зайца научить курить, понимаете. Все что угодно можно. Но человек, если, я просто объясню, 100 тысяч рублей стоит высшее образование, например, да, там за 5 лет в каком-то институте. Если у вас есть 100 тысяч, да, я не видел еще людей в своей жизни, живьем, да, которые выиграли бы 100 тысяч на ставках, серьезно. Они потом все проигрывают. Поэтому вы отдадите этому Игорюку 100 тысяч, вы потом эти деньги, вы, если выиграете, вы все равно проиграете. То есть это, тут дело в психологии. И Игорюк это прекрасно понимает, что заработать на ставках серьезные деньги, это надо, это один человек из 100, из 1000 может заработать. И поэтому понимать, что заработать, и вот как он на ставках, можно только продавая обучение, так называемое обучение, которое фейковое, понимаете. Вы просто отдадите деньги, я не знаю, чему вы там научитесь, да, но вас просто дурят. Теперь про самого Игорька. Во-первых, имя Игорь это, как правило, очень хитрожопые, говнистые люди. Вот сколько я в жизни знаю их, да, в основном. Я не беру там гениальных там, типа там, не знаю, там Игорь Николаев, Игорь Корнилюк. Они там, они любят музыку, они любят футбол, они любят военщину. Вот Игорь, тебе сколько я знаю, да. Вот, но по жизни хитрожопые люди, такие, ну непорядочные, вот я там и тренером работал, у нас был тренер в Зинограде, такой Игорь Мехков. Такой козел, блядь, вообще, вот сука, слов не могу подобрать. Короче говоря, они хитрожопые, все, этот Игорь хитрожопый человек, все. Дальше поехали. Смотрите, когда он снимает свои ролики, ни одного ролика дома. Вот я сижу в квартире, да, в Сочи. Все, что я говорю, я за это отвечаю, за свой базар, да. Игорек ни за что не отвечает. Он сидит либо в автомобиле, в полуоборот его так разворачивается, лица вообще, как бы, и лицо видно. Либо он где-то в ресторане, в кафе, на нейтральной территории, чтобы его не усилить. Он себе издалека снимает, то есть у него лицо вот так вот, понимаете. Его, ты встретишь на улице, ты его потом не узнаешь. Это он для чего делает? Для того, чтобы его лицо не ассоциировалось ни с чем. Его помещения тоже, все время разные помещения. Все время он сидит в автомобиле в полуоборот, а потом у него жесток. Он так вот держит телефон и всегда вот говорит, вот как бы, подытожит информацию. Это тоже прием из НЛП, да. Отсекает информацию вот так вот рукой и как бы кивает. Это как бы кивок, кивок, кивок. И вы все это хаваете, хаваете, хаваете. Теперь о манере подачи информации. Когда он подает информацию, у него речь похожа на бред. Это сделано специально. Это так называемый гипнотический бред, который проникает вам в подсознание. Каким образом? Если его речь внимательно послушать и разобрать, там нет знаков припинания, там нет междометий, там нет никаких пауз, никаких остановок. Речь течет бесконечно вот так вот, понимаете, как пение Фрэнка Синатра. И Фрэнк Синатра, в чем его гениальность? То, что на заре карьеры его один преподатель по вокалу научил такой дыхательной практике, при которой он мог тянуть ноту и при этом дышать. То есть вдыхать-выдыхать, а нота все равно как бы у него тянется, понимаете? Вот так вот и этот Игорь. Он когда говорит, у него одно предложение перетекает плавно в другое. Непонятно, где конец предыдущего предложения и начало следующего предложения. И информация, которая он подает, она таким образом западает вам в голову. То есть вы не можете понять, вы не можете вычленить вот эти биты его информации, байты, биты информации. То есть вы не можете его информацию на элементарные частицы разложить. Вот в чем дело. Просто он говорит, умножаемся, умножаемся. Что значит умножаемся? Нормальный человек, вот я, например, говорю, ребята, вот мой прогноз такой-то, хотите присылайте деньги, хотите нет, хотите покупайте, хотите. А он говорит, умножаемся, то есть мы с вами умножаемся. Что мы умножаемся? Я сколько смотрел, половина мимо. Он говорит, я поставил 100 тысяч там на Голландию, я поставил 100 тысяч на Тоттенхэм. Да, угадал, Аякс Тоттенхэм, он поставил на Тоттенхэм, проход Тоттенхэм. Ребята, на последней секунде, кто мог знать, что Тоттенхэм забьет? Три гола при счете 0-2. Вот этот вот бразилец забивает, да? Три гола, и в следующем матче его не выпускают вообще. Это что такое? А он говорит, я знал все заранее, на последней секунде, гол там, умножаемся на 200, умножаемся на 300. Понимаете, вот это вот умножаемся, это как бы он с вами заодно, то есть вы как бы с ним. И все время он говорит, мы, мы, мы умножаемся, мы выигрываем, мы это, мы то. Кто со мной ставил, те, значит, выиграют, давайте еще со мной ставьте, там, у меня там обучение, там, троллевали, тыры-пыры. При этом сами прогнозы он не продает. Он просто говорит, что вот мы умножаем, мы умножились, мы умножились, понимаете? Пиздобол Игорь, ты пиздобол конкретный Люди, не ведитесь Вы просто дураки, которые платите ему деньги Вы ему так и напишите Что он мошенник, блядь, законченный Вот и все Ни один, запомните Ни один уважающий себя Прогнозист, да, он не будет заниматься Вот этой хернью, блядь Игорь, если ты, блядь, такой умный Ты, сука, блядь, зарегистрируешься на этом Как умный, куш в спорте, блядь И я, блядь, зайду и посмотрю Твои прогнозы, блядь, на самом деле Чего ты стоишь, блядь